Роберт Мюллер и его команда работают над расследованием российского вмешательства уже 22 месяца, с мая 2017 года. За это время они обвинили 34 человека, среди них полторы дюжины россиян и шестеро советников Трампа. Как минимум трое, Майкл Коэн, Майк Флинн и Ричард Гейтс все еще дают показания следствию получив от строчки в отношении вынесения приговора или отправки в тюрьму по ходатайству офиса спецпрокурора. По мнению экспертов, это является знаком того, что Мюллер рассчитывал на более длительный ход расследования. Мне с трудом верится, что Мюллер ожидал окончания расследования в такие короткие сроки. Каждый его шаг и каждое действие в отношении расследования были тщательно рассчитаны. Впрочем, я уверена, что любые изменения в расписании Мюллера никогда не станут достояниями общественности. После того, как Мюллер отправит доклад генпрокурору, сценарий может выглядеть так. Минюст должен предоставить документ двум высокопоставленным представителям Палаты представителей Сената, которые возглавляют комитеты по вопросам юриспруденции. Генпрокурор может отправить не оригинал, но свою версию доклада. Если конгрессмены будут не удовлетворены уровнем подробностей, приведенных в документе, они могут запросить у Минюста интересующие детали. Итак, сценарий первый. Бар отправляет отредактированный доклад в конгресс. Он неполный и незначительный. Конгрессу захочется больше информации, и он может ее запросить у следствия. В частности, может попросить о некоторых частях доклада, которые будут переданы в конгресс, а также отправить повестку Министерству юстиции, чтобы получить всю информацию в деталях, если они не будут удовлетворены версией Минюста. Конгресс также может отправить повестку и заставить Роберта Мюллера давать показания. Об этой возможности уже заговорили представители комитетов по вопросам разведки Палаты представителей Сената. Юристы называют подобное развитие событий лучшим сценарием для широкой общественности. В таком случае спецпрокурор будет вынужден дать показания, части из которых будут публичными. Отправка Конгрессом повестки Мюллеру – самый лучший сценарий в случае, если есть попытка каким-то образом отредактировать доклад. Уже есть история и прецеденты дачи показаний до определенного уровня, без обнародования секретной информации. То есть члены Конгресса, которые могут отправить повестку Мюллеру, уполномочены задавать ему вопросы и получать в качестве ответа классифицированную информацию, вне зависимости от предъявлений генерального прокурора относительно того, что им стоит знать, а что нет. Я уверена, что Конгресс предпримет жесткие шаги, если Министерство юстиции не сделает доклад публичным. Если у Конгресса не найдется достаточного количества голосов, кто-то точно сольет содержимое доклада. Это просто реакция в отношении самых ужасных подозрений в этой связи, а также то, насколько сильными выглядят опасения в отношении чиновников, играющих в политику вместо того, чтобы сделать процесс максимально открытым и прозрачным. По мнению юриста, оригинал доклада Мюллера будет защищен несколькими процедурными моментами. Его обязана подписать вся команда спецпрокурора, его печатная версия будет храниться в архивах Минюста и может быть получена в случае соответствующего решения суда. Впрочем, есть шанс, что спецпрокурор может не подать доклад вообще. Это произойдет в том случае, если у Мюллера и его прокуроров будет достаточно доказательств, чтобы выдвинуть обвинение против президента. Это очень тяжелая ситуация, в которой можно оказаться, если располагать доказательствами совершения преступлений президентом, против которого, согласно политике Минюста, не могут быть выдвинуты обвинения. Это даже не может быть предметом обсуждения, это закон. Человек, против которого не были выдвинуты обвинения, или против которого невозможно выдвинуть обвинения, не может быть предметом обсуждения Минюста. Таким образом, есть еще один сценарий развития событий, при котором Мюллер попросту ничего не выдаст на гора. По информации источников американских медиа в Белом доме Министерства юстиции, документ может быть передан офисом Мюллера в кабинет генерального прокурора в любой момент.